Фонд Защитники Отечества Первое региональное отделение фонда уже открылось в Подмосковье. Там оказываются действия гражданам по всем вопросам, связанным с получением удостоверения ветерана, психологической адаптации и соцподдержки. И в свою очередь должны сделать все возможное, чтобы семьи военнослужащих ни в чем не нуждались. И также, чтобы сами бойцы не сталкивались с проблемами какого-либо бюрократического характера. Чтобы они получали все выплаты, статус ветеранов, чтобы раненые могли проходить реабилитацию. Фонд Защитники Отечества возглавила председатель Женсовета одной из воинских частей и представитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Ольга Ермакова. На еженедельном совещании главы округа она рассказала о работе организации. Нужно сказать, что основная целевая наша аудитория – это ветераны СВО, которые уже являются ветеранами и демобилизовались. Мы стараемся помочь им в получении удостоверения ветерана боевых действий, что является в топе вопросов, самым первым вопросом. Потому что с удостоверением они получают также различные льготы. В работе отделения задействованы сотрудники Центра поддержки, волонтеры, участники СВО и члены их семей. В Подмосковье помощь гражданам оказывают 40 социальных координаторов. До конца года их численность планируют увеличить до 180. На территории Одинцовского округа с фондом тесно взаимодействует Центр поддержки участников СВО и их семей. По-прежнему к нам обращаются семьи военнослужащих и сами военнослужащие с самыми разными вопросами. Это и вопросы адресной помощи, и по медицинским вопросам у нас есть обращение. Юридическое сопровождение с управлением образованием и также с тесным сотрудничным. Помимо этого, в Одинцовском Центре поддержки можно получить психологическую и социальную помощь, в том числе оформить заявку на путевку для детей в один из летних оздоровительных лагерей – в Нарофоминск, Рузу, Клин и Геленджик. Решение многочисленных задач стало возможным во многом благодаря тесному взаимодействию Центра с волонтерами. С февраля 2022 года мы собрали и отправили уже более 400 тонн в зону СВО. Также мы продолжаем оказывать помощь беженцам, которые находятся у нас в округе, и поддерживаем мирных жителей, которые находятся на прифронтовых территориях. Одинцовский пункт сбора гуманитарной помощи регулярно отправляют в зону СВО тактическое оснащение, инструменты, маскировочные сети, медикаменты, продукты питания, воду и средства личной гигиены. К его работе активно подключаются коммерческие и некоммерческие организации, образовательные учреждения и неравнодушные жители. Я считаю, что это важное и нужное дело. И раз так случилось, что в стране у нас ситуация не совсем спокойная, мы должны помогать и своим соотечественникам, и тех, кто стали нашими соотечественниками. Это наша черта национальная – помощь ближнему. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.